Привет, я Ваня. Давай нарисуем динозавра. Я рисую просто и много болтаю, но быстро. Рисуем маркером, для того, чтобы ты легко видел, что я рисую и четко видел. Мой динозавр, он не простой динозавр, он у меня подводный динозавр и водный, можно сказать, или подводный, водный, подводный динозавр. Я его называю ихтиозавр, может быть. И он состоит из такого тела, такого большого тела. Вот так я его рисую, и до хвоста. И вот здесь я тело тоже нарисую, но сейчас нарисуем ему вместо ног плавники. Плавники. Один плавник и второй плавник. И мой динозавр очень большой, он прям большой-большой, хвост ему я нарисовал. Так, идет сюда, теперь пузико ему рисуем, пузико, пузико, пузико. И сюда. И вот теперь-то шею нужно нарисовать, и шею я нарисую сразу голове. Нарисую сначала голову. Голова такая вот, он такой. Он такой хмурый динозавр был у меня, сидел под водой всегда, всех кусал, с зубами. Вот такой вот, да. Глаза у него, дырки, зубы, все нарисовали, он такой, да. А теперь длинную шею. Одну соединяем, и вторую часть соединяем. И вот, получается, у меня динозавр готов. Осталось только еще плавнички нарисовать, потому что у него по два плавничка. Вот так вот, раз, раз. И он готов, плывет в воде. Воду надо нарисовать. Я ее рисую вот так. Раз, 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 раз. Рисуй, рисуй, рисуй. И мне хочется показать, что мой динозавр очень большой. Сейчас это не очень заметно. Кажется, что... Ну, чего такого заметно? Он просто такой небольшой, какой-то длинная лягушка вытянутая. Но это огромный динозавр. Смотри, здесь мы нарисуем гору. И тогда сразу будет понятно, что наш динозавр огромный. Гора. Здесь еще одна гора сзади. И горы большие. И, может быть, даже вулканы. Я знаю, там и вулканы были, когда динозавры были. И все это все было так... Древняя земля, можно сказать, да? Здесь нарисуем облако и солнышко. Солнышко и еще одно облачко. Здесь нарисуем какие-то волны. Мы их раскрасим масляной пастелью. А здесь уже дно. Здесь дно и песочек. Песочек здесь нарисуем. И еще нарисуем пальмы. Пальмы такие маленькие-маленькие деревья. Когда заметишь ты, когда мы нарисовали маленькие деревья, наш динозавр... Мы малюсенькие деревья нарисовали. Не просто маленькие. Они такие маленькие-маленькие. Какие-то пальмочки торчат. Вот тут, вот тут, и тут, и тут. И сразу наш динозавр стал казаться огромным. Потому что мы нарисовали какие-то мелкие вещи. Например, маленькие деревья. А теперь раскрашиваем. Мой динозавр будет серым. Мы возьмем серый мелок. Масляная пастель. И ровным слоем закрасим. Я немножко плашмя рисую. И вот так не сильно давлю, чтобы масляная пастель не сломалась. Давлю, 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 давлю. И получается динозавр-ихтиозавр. Я его назвал ихтиозавр. Хотя, может быть, он и по-другому назывался. Я, честно, так не очень помню, как они все назывались. В детстве я как-то ими занимался. Мне нравилось это дело. А теперь начал подзабывать. Теперь я добавлю немножечко черненького моего в динозавра. Чуть-чуть пузика в шею. И он такой вот весь такой неровный, что ли. Хотя он очень гладкий. Потому что он в воде. И обтекаемость у него хорошая. А теперь нужно раскрасить воду, небо и горы. И это довольно сложно тебе раскрашить. Если ты рисуешь красками, то, конечно, это здорово и просто вроде бы. Но не заходить за края нужно и получится. А если рисуешь масляной пастелью, тебе кажется, что это невероятно трудно и долго. Но посмотри, как я раскрашиваю. Я не сильно давлю. Рисую. Вот немножечко захожу за края. Ничего страшного. Не давлю на мелок. И рисую очень легко. Получается, раскрасить не так сложно, как кажется с первого раза. А еще есть такая пословица или поговорка. Глаза боятся, а руки делают. Так что только начни. А потом ты не остановишься и будешь рисовать, 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 рисовать. Рисовать, 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 рисовать. Вот так. И здесь, и здесь рисуем всевозможные такие загогулины, потому что вода. Мы изображаем воду. Нарисовали? И даже вода может заходить, может быть, даже на своего мамоевого динозавра. А теперь я беру голубой мелок и небо сразу. Все такое холодное нарисуем. Синий, голубой. А после этого возьмем зеленый и нарисуем наши горы и пальмы. Коричневый и зеленый, конечно же. Вот так голубым все покрасили, а теперь зеленый. Зеленым покрасим пальмы сразу. Такие пальмы классные. Сама гора у меня тоже такая зеленоватая будет. Зеленоватая гора. Немножко потом добавлю коричневого. И получится здорово. Возьму какой-то такой средне-коричневый. Хотя можно разные цвета коричневые убрать. Например, гора у тебя может быть и коричневая, и желтая, к примеру. Так что и желтенький тоже можно добавить. Вот я даже это и сделаю. Возьму такой светло-желто-коричневый и добавлю его тоже в нашу гору. В мою гору. И этим же желтеньким светло-коричневым, желто-коричневым, я покрашу желтеньким песочек. И даже этот желтенький можно добавить и в динозавра. Можно, 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 можно. Немножко бирюзового. Мне кажется, если он живет в море, он не в речке живет, а в море. А море, оно немножко всегда бирюзовое. И можно нарисовать какие-то водоросли. Рисует водоросли. Такая зеленая трава, которая живет под водой, растет во все стороны. И она тоже яркая бывает. Можно даже коралл нарисовать вот здесь, например. Оранжевый. Взять оранжевый и что-то подбелить. Здесь, мне кажется, не хватает кусочки чего-то такого яркого. Или рыбок маленьких. Потому что этот динозавр их съел. Ой-ой-ой. Вот такой рисунок. Я его рисую быстро. Я не торможу. Раскрашиваю это масляной пастелью. Рисую маркером, чтобы тебе хорошо было видно. Ты можешь рисовать и карандашом. Это будет даже лучше. Если не успеваешь, ставь на паузу. Если ты не успел и ролик улетел. Из Инстаграма приходи на Ютуб. Подписывайся. И я там все это сохраняю. Но только спустя некоторое время все это появляется. Оно обязательно появится. Так что рисуй динозавров. Динозавров будет много. Я прям серию роликов сделаю. Мне это нравится. Пиши, что ты бы хотел мне передать. Я, родители, прошу, делитесь моими рисунками. Вернее, вашими рисунками в ваших сториз. Потому что это поможет развитию канала. Кто-то еще увидит ребята и нарисует что-то. Это будет здорово. Спасибо. До новых встреч.